Девушки отдыхают Ух ты! Это зальём в рубрику «Фантастические удары» Стоп! Снято! Это зальём в рубрику «Фантастические удары» Ух ты! Отлично получилось! Дружок, выложи урок о том, как научиться делать колесо Да легко! Делаю колесо! А сейчас урок пенальти переснимем Да что такое? Покажи, как научить делать колесо на том, кто не умеет Я снимаю А Лиза и Роза в лес ушли Ген, колесо делать умеешь? С какой целью интересуешься? Для моего канала надо Ты умеешь или нет? У меня полив Мне некогда заниматься этой ерундой А мы подождём Да что ж так медленно? Готово! Гена, ты там? Я убираюсь, не мешай Вообще-то Лиза там ещё вчера убирала Да? Жаль Ответь, умеешь делать колесо или нет? Да боюсь я колесо твоё делать Вот ты-то мне и нужен Субтитры сделал DimaTorzok Забудь про неудачи Через это проходят все Падаешь, вставай Мы в тебя верим Мы гордимся тобой Ты сильный Ты крут Всё получится Двигайся Двигайся Обмани свой страх Соберись Ноги Сила земли Руки Энергичные Настал момент Действуй Стоп, Снято Не получится у меня Извини, брат Разве так сложно сделать колесо? Погоди-ка Погоди-ка Идея Самый простой способ научиться делать колесо Делать его у стены А по... Геночка Ты обеспечил мне сегодня ещё пятьсот подписчиков Ееее Ура Дружок... А выложу урок о том как научиться делать мостик Аааааааааааааааааааааа Это конечноayı Кому? Ты один остался. Интересно, интересно. Призраки среди нас. Ну да, ну да. Ой, умора. Глупости какие. Генка, наконец-то ты стоящую книгу взял почитать. Я не брал. Стану я всякую ерунду читать. Почему моя книга ерунда? Может, это твоя ерунда? Потому что привидение абсолютно ненаучный феномен. А в моей книге одни научные факты. Ой, ха-ха-ха. Инопланетяне кто они? Да их никто никогда не видел. И привидений твоих тоже никто не видел. Да я тебе докажу, что привидения есть. И я тебе докажу, что инопланетяне есть. В доме привидений нет. Надо искать в лесу. А лес-то большой. Как я их найду? Ой. А может, я сам призраком притворюсь? Так ночью в лес и пойду. Привидения ко мне слетятся, а я их на фотоаппарат. Щелк! И генки-снимки. Бац! Отсекаем радиоволны. Экранируем помехи. Включаем. Ой! Ой! Нет. Невозможно ловить сигналы из космоса днем. Придется ночью в лесу, подальше от жилья. Зато потом дам дружку послушать. Посмотрим, что он запоет. Девушки отдыхают. Это что? Сигнал? Что за свет? Это они, братья по разуму. Прилетели, родненькие. Сейчас будем контактировать. Призрак, только не спугнуть. Это было где-то здесь. Инопланетянин настоящий. Привидение не может быть. Это надо зафиксировать. Где он? Его надо заснять. А-а-а! А-а-а! Идет к нашему дому. Что ему там надо? Это же инопланетное вторжение! Их надо остановить! А-а-а-а! Встречу врага здесь. А-а-а! 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 Буду стоять насмерть! А-а-а! Призрак! Инопланетянин! Не пройдешь! Призрак! Получай! Друзок! Здесь инопланетяния! Гена, это твой шлем? А это твоя простыня? Моя! Я хотел других призраков подманить и сфоткать! А я-то ловить космические сигналы вышел! Ведь призрака зафиксировал! Для тебя! А я для тебя инопланетянина! Да, дружок, ловко мы друг друга разыграли! Хоть и нечаянно! Ну, мы же с тобой братья! Настоящие братья по разуму! Амнезия Дружок, ты когда найдешь мои наушники? Неделю назад взял на пять минут! Да найду я, найду! Рост! Ну, уйди! Проигрываю! Дружок! Папа нас давно просил полку у девочек повесить! Пошли! Геныч, давай завтра, а! Не забудь! Гвоздь мне в кеды! Как же, Тимоха, этот уровень прошел! Дружочек, помнишь, я за тебя дежурила? Сегодня ты вместо меня! Ладно, ладно! Смотри, не забудь! Как сговорились! Не забудь, не забудь! Забудешь тут! По сюжету боевика, герой Брэда Питбуля теряет память в результате удара током! Удастся ли ему вспомнить все и раскрыть заговор мафии? Смотрите блокбастер «Непомнящий» в кинотеатрах! О! А может мне тоже, как в этом фильме, память потерять? Не придется делать кучу всяких неприятных вещей! Зарядное устройство было уже довольно потрепанное! Видимо, он хотел зарядить телефон, и его ударило током! Где я? Кто я? А вы кто? Ты дружок Барбоскин, а мы твои братики и сестрички! Братики и сестрички? Похоже, у дружка шоковая потеря памяти! По-научному, амнидия! Бедненький, давайте поможем дружку вспомнить все-все-все! Лизка, ты чего? Раз он ничего не помнит, у нас прекрасный шанс воспитать из него приличную собаку! Как это? Ну, не говорить ему про его вредные привычки и увлечения, а рассказать про полезные! Боюсь, что природа все равно возьмет свое! Но попробовать можно! Мы всегда гордились тобой, дружок! Правда? Да! Ты у нас в семье главный помощник по хозяйству! Тебя хлебом не калми, дай посуду помыть или в магазин гонять! А щедлый какой! То наушниками поделишься, то поиграть на компьютере позовешь! Пойдем! А вот твоя комната! Здесь все, чем ты увлекаешься! Музыка! Как ты играешь на свиелий! В школу обожаешь ходить! Любимые предметы – история, химия, физика! А еще ты очень-очень любишь природу! Разводишь вместе со мной рыбок, пчелок! Ну и главное, не минуты без дела! С чего начнем? С музыки! Кулинарии, лукоделия! А-а-а! Вот я и решил прикинуться, что память потерял! Геныч, я понимаю, виноват! Но не могу я так больше! Придумай что-нибудь, умоляю! Эх, дружок, дружок! Сейчас попробуем нейтрализовать последствия амнезии! Я сконструировал специальный прибор! Значит, договорились! Больше никакого обмана! Клянусь футболом! Так, включаем! Ура! Я все вспомнил! Я это снова я! Долой вязание! Ну, надеюсь, ты вспомнил и про дежурство! Не вопрос, Лиз! Где швабра? Кстати! Помню, наушники и полки! Да я уж теперь ничего не забуду! Гена! Внучек! Какой-то интересный аппарат придумал! Что память возвращать! Можно мне маленько попользоваться! Я как раз мемуары пишу! Надо кое-что тут освежить! Спасибо, Тимоха! Лизка! Круто! В школу завтра не надо! Каникулы! Ну, почему? Только в книгах! Мальчик-лади-девочки подвиги совершает! А в жизни никакой ломантики! Ой, с этими контрольными не до романтики! Чуть годовую по математике не завалило! Именно эту тему я и не выучила! Вот невезуха, да? Математичка такая! Сдаем тетради! Все, думаю, двойка! А Тимоха забрался по водосточной трубе и мне дал списать! Вот это подвиг! Вадя, тебя! Ну, а ты? А что я? Ну, хоть спасибо-то сказала! Ну, я хотела, но когда вышла из класса, Тимохи не было, а потом забыла. Ну, ты даешь! Так иди сейчас, скажи! Да ладно! Завтра скажу. Поздно ведь. Спит, наверное. Ура! Бедная Люси, 158 серия. Бедная сирота Люси нанимается на работу служанкой к породистому бизнесмену Мухтару. Так, ладно. Тимоха никуда не денется, а сериал-то пройдет. Однако он не знает, что Люси – дочь его босса, крупного бультерьера Шеваля. Я никогда не забуду, что ты сделал для меня. Вот это чувство! Я никогда не забуду! Ой, мне же к Тимохе надо! Слушаю. Привет. Сонь, давай скорее, мне некогда. Ух ты! Никогда бы не подумала. Ага. А опаздываешь? Ну, вообще! А я будто не опаздываю. Ну что я, голодная, что ли, пойду? Ммм, еще один оладушек? А сейчас новости футбола. Тимоха! Я совсем забыла! Ну, давай, брат. Пока. Ну, ладно. Пока. Увидимся. Пока, Тимоха. Пока, Тимоха. Тимоху не видели? А мы его проводили. Уехал. Мы тебя около школы ждали-ждали. Думали, ты придешь. Тимоха хотел попрощаться. Мы к нам домой пошли, а тебя не было. Я хотела, а он уехал. И что же теперь делать? Я его так и не поблагодарила. Поста возьми и позвони. Абонент недоступен. Недоступен. А не надо было откладывать на потом. Роз, да ладно тебе! Генка у нас гений. Он точняк что-нибудь придумает. Спасибо, Тимоха. Роза. Элементарная физика. Геночка, ты такой умный. Пожалуйста, сделай мне домашку по физике. Спасибо, Геночка. Ты очень добрый. Держи. Не знать таких элементарных вещей. Хотя, тебе простительно. В смысле? Что значит мне простительно? То и значит. Все вы девчонки... А, ладно, забудь. Нет уж, договаривай. Ты хотел сказать глупые, да? Да мы... Да я... Да я твою физику в два счета выучу. Хм, маловероятно. Скоро вернусь. Так, закон всемирного тяготения. Нет. Поищем другой способ обучения. Выучить за пять минут. Ага. Ага. Нет. Не то. О! Обучение во сне. Ну все, Генка, держись. Сила гравитационного притяжения между двумя материальными точками массы М1 и М2, разделенными расстоянием, пропорционально обеим массам и обратно пропорционально... Фу, что за бед? Ла-ла-ла-ла-ла-ла, мы как солнце и луна. Ла-ла-ла-ла-ла, мы пойдем вдвоем туда, где... Сила притяжения, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, между двумя точками, как солнце и луна, где кончается снега, где прозрачная вода, где цветные облака и обратно пропорционально. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вос, ну откуда я знала? Ладно, не дуйся. Я знаю способ получше. Геночка, я выучила твою физику и готова поделиться с тобой глубочайшими знаниями, чтобы ты осознал, что девочки поумнее некоторых будут. ну что ж начнем итак закон всемирного тяготения сила гравитационного притяжения между двумя точками массы м1 и м2 разделенными расстоянием пропорционально обеим массам и а хорошо а закон сохранение энергии закон паскаля жидкости газ передают производимое на них давление во всех направлениях направлениях одинаково масса масса количественная мера количественная мера инертности тела хорошо амплитуда колебания они так быстро наибольшее отклонение тела от положения равновесия давление пара зачем стима на тему бегать все нашла что-то в горло попало давление насыщенного пара зависит от температуры масса уже отвечала и изменение формы тела тела сохраняет свой объем но легко меняет форму в жидком состоянии сдаюсь спасибо тебе телефончик муу спасибо лиза ахахахахахаха роза роза я записал тебя на городскую олимпиаду по физике ты единственная девочка среди участников поздравляю спасибо лиза бум бум шокотака роза а пошли в кино нет лучше так роза может кино роза а пойдем сегодня в кино или роза вот это да ага ага минуточку привет тимоха дружок дома проходи ага слушаю да ты что привет привет тимоха дружок вот например у меня есть друг и мне то есть ему ну и этому другу нравится одна девочка она не обращает на моего друга никакого внимания ну вот что ему делать тимоха а твой друг случайно не в кепке ходит ну в кепке а его случайно не тимоха зовут передай своему другу девчонкам нравится крутые и модные парни а сегодня в моде рэп стань крутым эмси девчонки все твои ио ой да ты что а он что а ты вот это да я парень крутой модный такой завод тимоха накачан неплохо девчонки за мной бегут толпой слушай я слушаю да не может быть его сестричка как дела а у меня как сажа бела я не унываю никогда с тимохи все как с гуся вода можно потише а даже по телефону спокойно поговорить не могу йоу ой тимоха все будет нормально но не любит она рэп кто ж знал то о сейчас выясним чем увлекается моя сестренка тимоха все в твоих руках дружок это наверное к тебе пришли не знаю кто но выглядит странно а слушай да ну ты наполняешь мою жизнь ангел мой я буду петь тебе вечно будь со мной тимоха ну ты красавец будь я роской не устоял бы ну что порядок не уверен а знаешь что она постоянно мексиканские сериалы смотрит не оторвать может ей мексиканцы нравится а а синьорита лямор и лябелла бум-бум шакатака бум-бум шакатака брависсимо брависсимо это точно сработает и а он что а ты ага ага вот это да что в хоккее мне парни нравятся даже не знаю главное чтобы не строили себя ничего нравится чтобы парень ну просто был самим собой эм да самим собой самим собой самим собой вот тебе и бум-бум шакатакай а а а роза пойдем в кино пойдем конечно а 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 шпинат шоколад и условный рефлекс шпинат шоколад и условный рефлекс не перебивай аппетит перед обедом а что на обед картофельные клетки и салаты шпината бе бе нет уж спасибо поголодаю до ужина это что еще за новости мамуль я обожаю все что ты готовишь но шпинат это же самая противная еда на планете а я думаю самая полезная и питательная любимая пища всех знаменитых футболистов я стану знаменитым и без шпината он для меня бесполезен я так не думаю мне полезно когда ты готовишь рождественское печенье мое любимое а что неплохая мысль ты съедаешь порцию шпината а я готовлю рождественское печенье на ужин идет целую порцию шпината не мамуль ты не волнуйся съест как миленький за обе щеки уминать будет ха ты что зачем маму оголчаешь неужели так сложно съесть немного шпината мне проще кусок мыла проглотить но не могу я ничего наука нам поможет метод условного рефлекса по сигналу сможешь есть все что угодно не задумываясь как шоколадки шоколадки такая наука мне нравится ого это мне тебе тебе но есть можно только после того как услышишь с сигнал неплохо теперь повторим ха 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 мамуль а можно мне порцию побольше ну конечно ха 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 что за игры во время еды ха 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 ах ты мое солнышко ха 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 просто удивил так для рождественского печенья нужно купить молоко и орехи я в магазин сработало ура условным эффектом ха 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 что что сейчас было небольшой побочный эффект ха 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 ну вот нет звоночка нет проблем ой это же мой мобильник ха 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 дружок хватит приди в себя ха 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 так хорошо все обошлось вроде звенеть больше нечему мне это не нравится я теперь все время так буду не переживай со временем реакция пройдет наверное ха 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 как-то не хорошо на нас смотрит ха 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 Привет мамуль Мам мы тут это как его решили помочь тебе с печеньем не знаю во что вы здесь играли но в таких условиях я ничего испечь не смогу для начала уберемся на кухне знаешь есть мысль заменим рефлекс на условный рефлекс уборки о а давай мы себе тоже рефлекс уборки выбутаем ха 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 ни капельки не страшно а на следующую ночь шторы разбудили девочку девочка девочка вставай девочка встала дружок надоел ты уже со своими историями девочка девочка подойди к окну девочка подошла ночью свои байки трави а не за завтраком эффект не тот шторы схватили девочку и выбросили ее в окно ха 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 гвоздь мне в кеды вот умора с ума сошел что ли ну вообще испугались испугались ха ха все дружок ты допрыгался теперь наша очередь да держись дружочек теперь мы тебя напугаем ой 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 боюсь боюсь ха ха я прям от страха убегаю буду ждать счастливо оставаться всем привет есть кто дома опа эй ку-ку где вы все спите что ли ой что-то и правда меня напугать решили ой 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 как страшно ну прямо волосы дыбом Думаете, я такой же трусишка, как и вы? Испугать дружка невозможно! Моя комната, моя крепость! Не на того напали! Кто здесь? Успели, значит, пробраться. Девчонки, лучше выходите, пока я добрый. Нечего вам тут прятаться. Вот вы где! Попались! А я и не испугался вовсе! Так просто! Покричать захотелось! Я вообще кричать люблю! Вот вам делать нечего, а! Ну всё, надоело с вами в прятки играть! Моё терпение лопнуло! Дружок добрый! Но если его довести... Я вас найду! Из-под карандашей достану! Вы меня не проведёте! Вы меня не проведёте! Гвоздь мне в кеды! А! Ну давайте! Выходите уже! Я всё равно вас не боюсь! Выходите! Что у тебя тут за разгром? Ого! Думаю, маме эта обстановка очень понравится! А где вы прятались-то? Прятались? Прятались? Да мы только что домой вернулись! Так вы не собирались меня пугать, что ли? Ой, а мы и забыли! Спасибо, что напомнил! Мы тебя завтра напугаем! Готовься! Ха-ха! Как страшно! Ну прямо волосы дыбом! Дружка напугать невозможно! А-а-а!